магазин уже ничего необычного шиншилла гулять по магазину шарики я зашел собакам покушать купить мамка там да мамка там скупил сходил новую шлейку потому что все с всех шлейку уже вырос ошейник ему неудобно учешет как лилу мамка твоя там это по-большому пошла надо еще покажать хочется вот какой-то там и на кого-то посматривает она сидит и хочет за ним побежать лилу нельзя иди сюда лилу я кому сказал иди сюда лилу я кому сказал иди ко мне смотрите какая она что их не не обижают она просто за ними носится лилу иди сюда иди ко мне скорее скорее ко мне ко мне пойдем пойдем скорее пойдем этот носится за ней он шпаж падает пока нет корпоратива Сочные массивы, выполняем нормативы. Вот как мило, вот как мило. Вот как мило, вот как мило. Происходит, друзья, спасательная операция корабля. Вот так буксирует корабль. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Зашел купил магазин запчасти на корабль Сейчас чтобы запчасти из магазина забрать с бумагами надо отбегать кучу дверей, чтобы получить эти запчасти Дурдом, друзья Ужас какой-то Вернуться обратно, получить чек и сдачу Сумасшедший дом Ладно, не буду показывать, что закрытая территория, мало ли, нельзя снимать, хотя это же склады просто Так, что ты мне рассказываешь, ты про это? Он зимой, конечно, он это, он и после ремонта причем Да? Да, что ты мне рассказываешь А я просто вчера проехал самокатином Ему зимой пробоины сделал Пробили дно, нет, случайно пробили дно и он начал воду сосать и все, он начал это опускаться Он пока лед, так он его подвязали, он так бы полностью под воду ушел И рядом еще ружья вот Ну это, ну там кладбище этих кораблей Нет, он прикольный, как антуражный, а там полажут Ты полажешь, тебе там, это закрытая территория охраняемая А что там не закрыто там все открыто? Положь, положь, давай иди Вот дурачок, тебе объясняют сейчас, говорю, положь, нарвешься на это, сядешь в тюрьму И потом, блядь, обвинят, что ты этот корабль пробил Они же ждут повод, чтобы на кого-то свалить это Если мозг нет, включай мозги, Даня, ты в Москве, ты не Абакан себе, что там, блядь, лазишь, где попало Тут залез и сразу в тюрьму пошел Да, пофотиться, мой фон приказал А я уже отдал, жду Его подвязали, а чувак сделал, блядь На 20 миллионов ремонт там Летом, вот буквально осенью закончили и зимой пробоины сделали А сейчас не вытащить его стоимость корабля Вытащить невыгодно Ну вот, конечно, а что делать? Унесут наши фильтры Не знаю, если человек богатый, но я не думаю, что я бы не стал бы доставать И говорят, я слышал, что он вроде как не будет доставать Спасибо большое Так, распись не будет? Да, получилось Так И здесь Так, лучше, лучше Да, ничего страшного Спасибо большое До свидания Так, это все остается вам, да? Спасибо большое До свидания Здесь подойдут Масленные фильтры Это Даник рассказывал про корабль, который я вам, друзья, где-то там видео уже показывал Так бывает Огромный-огромный корабль Но я вообще, я просто не понимаю, он у него, по-моему, он не успел его застраховать Он только сделал ремонт и не успел застраховать Поэтому, если бы там страховка, конечно, но это я так слышал, Бог его знает Может, и успел человек, не знаю еще Если, конечно, застрахован, то, конечно, страховка ему все этот погасит Но я бы на месте страховочной компании судился бы с городом, потому что это город виноват И вообще, на месте этого чувака я бы подавал бы заявление на этот Спасибо Я бы подавал бы заявление, потому что это же ледокол пробил, сделал пробоину Пусть даже и случайно, но все равно, ну понятно, что не специально Если даже и случайно, они должны ответственность взять на себя Так, а куда? Сюда идти? Какая красота Я так люблю в реке, да и листья распускаются То и вот это вот время года, когда природа обновляется Из серости в яркие переодеваются Это вообще настолько красиво идешь Прямо глаз радуется, хочется ходить, дышать воздухом И сейчас дождик такой капает, вообще прекрасно Вообще похудел неплохо, да? Но мне кажется, это уже худоба, мне кажется, начинает году придавать Если не бритый, то на ребенка похож Ой, если бритый, то на ребенка похож Если не бритый, то на чупакабру Палка в двух концах, друзья, что делать? Ну, кстати, мне сигареты без бороды всегда продают Паспорт никогда не спрашивают Когда бритый А вот только не повреют, все, сразу спрашивают паспорт Я однажды, я однажды спросил у продавщицы у себя в доме Почему она, я пришел к ней с бородой ходил, она у меня спрашивала паспорт А потом перестала спрашивать А потом я пришел без бороды, она не спросила паспорт Я говорю, а чего вы паспорт не спрашиваете? А она мне говорит, что когда человек бреется, сбривает бороду Значит, это, мол, типа взрослый человек Потому что, ну, она, типа, мол, говорит Мол, дети обычно скрывают возраст бородой Ну, то есть, несовершенно летние Отращивают бороду, специально ходят с бородой А на самом деле их по 16 лет Но на самом деле сейчас, да, дети такие все рослые Сейчас в 15 лет смотришь, а уже такое ощущение, что 20 лет Я до 9 класса в школе был Зелень пузатая Самый низкий был, во-первых, в классе Самый-самый зеленый У меня мама, мы все братья троем были Мама плакала постоянно Что, говорит, боже, мои дети самые маленькие в классе Мама думала, расстраивалась Я говорила, неужели мои дети такие останутся А потом, после 9 класса Вот 9 класс закончился, летом Буквально за лето Мы как начали тянуться вверх Из метр сорок помахивали Все по 2 метра Средний брат у меня вообще метр девяносто, что ли Я метр восемьдесят шесть Старший брат тоже, ну, мы все выше родителей своих У меня мама метр шестьдесят, что ли, метр семьдесят, может И папа такой же Ну, у меня у дедушки были высокие По 2 метра просто Я их не видел, не знаю О, гардеран Так что так Богомот Горилла Катюша Горилла Горилла тебе передает привет Это, друзья Бармен В прошлом году у меня была повар, Катюша Где-то Я тоже ее в видео показывал Такая низенькая розовая И она Данька называла Богомот Горилла Богомот Ну, бегемот только Она говорила Богомот Богомот Горилла Она кыргызская сама Вот Не, ну, на русском языке она чисто разговаривала Но просто она так это говорила Интересно с акцентом Богомот Горилла Я просто умирал Вот Катя веселушка была Она меня веселила Каждый божий день Катюша, на следующий год жду тебя Знаете, как красиво цветется Ай-яй-яй На работе монтировать Когда мне на работе монтировать Если я каждые 15 минут на причал выхожу А сканеры Пока билеты Пока отчеты Времени нет Вот сейчас Пока сломаны стоим Полдня Пока запчасть привезут Сейчас Что-нибудь помонтирую Сяду Загружу видео Вот бля Вот как Платят аренду, да? Люди Корабли Здесь Склады Что угодно Платят аренду и не могут Сделать дороги вот эти ямы Просто пипец А зачем? Другое дело Ну, знаешь Если бы это все бесплатно было Там, знаешь И люди Ну, так за это же люди платят Арендуют здесь Вы сделаете дорогу Чтобы людям на склады Подъезд был Чтобы люди машины не убивали свои Вы же, блядь, дерете деньги за это Бессовестные Так, друзья Прошу любить и жаловать Знакомьтесь Это Сергей Петрович Да, офицер Поэт Да, офицер Поэт, оказывается И я думаю, что Хороших людей Больше Добра вам и счастья Вот Мне подарили книгу Написали стихи Я обязательно его Выставлю Приложу фотографию Сюда к видео Почитаю У себя в Телеграме Тоже Ссылочку оставлю Так что переходите Почитайте И обязательно На книгу тоже оставлю Вашу Ссылочки Спасибо Я буду рад Очень правда Очень приятно Мне Это необычно И неожиданно Я, кстати, ему написал Конкретно для него стихи Да Я думаю, что он Ну, как бы Сподобится Это Потому что это Лично он написал Семь слов Он написал Да, на моих семь слов И восемь слов На его семь слов Я его аханктивизовал И он остался доволен Это правда И очень красивые слова Я даже вот Сейчас Вот Но я потом Чтоб номер телефона Не буду показывать Ваш Потому что Подписчики YouTube Интернета Это дело такое Начнут звонить Каждый 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 Нет Лучи без телефона Да, да, да Но я просто телефон Там Сфотографирую Телефон замажу Чтобы не Ваше Это дело молодое А мне Лишь бы у вас Было счастье Скорее так Тюрьма С войной Закончилась Я как офицер И кстати Мастер спорта По стрельбе из пистолета Я хочу Чтобы эти пистолеты И прочее оружие Просто не стреляли А то что я ему Стихи написал Я надеюсь Он вам их Я уже маме Мама Сердей Я маме уже Поквастался Показал Мама сердечки прислала И класс Круто сказала А вот и мама Звонит Так друзья Смотрите Папин котик Убег Бублик Пойдешь к папе Бублик Папе Пойдешь Кс-кс Не хочет А потому что Он сразу Хотел прыгнуть У меня друзья Так чешется нос Безумно Он хотел сразу прыгнуть А я решил Взять телефон И снять это на телефон И он конечно Передумал Бублик Как я друзья По строению Понял И еще Подопленько За Начало навигации Друзья Как бы это Ужасно не звучало Как бы это Ужасно не звучало Сейчас Люди пройдут Людей не пугать А В общем у нас за начало навигации Из Москвы реки Уже извлекли По моему Три Тела И В один день Я лично Позавчера Видел лично Как Попой Кверху Плавал Под мостом Вот там Дальше Ближе к центру И в один день Когда Вытаскивали Одного Прям при нас И мы видели Под мостом Попой кверху плавал И Ну потому что уже Долго видимо пролежал В воде И Один доставали Тоже рядышком Не совсем далеко От этого места Там метров буквально 100 Возле причала Парка Зарядья В общем один Возле большого Каменного моста Доставали А одного Возле причала Парк Зарядья Доставали Вот Откуда они А что же Еще вот солнце Только выглянуло Вода ледяная Вот в лужниках В лужниках Уже допустим Вот где мы сажаем людей Там уже допустим Люди Вовсю загорают Плавают А вода то еще холодная И погода в принципе холодная Здесь постоянно Знаете Постоянно Когда Проплываем Моются Строители Ребята Приезжие Мигранты Мы же это видим Каждый день Они обычно По вечерам Залазят Выходят На такие Маленькие Причальщики Видите И моются Так что друзья Как-то Проплываем Нескучный сад Он же Парк Горького Раньше Парк Горького Это было три парка Парк Горького Нескучный сад И Воробьевые горы И Ну его соединили И сделали Единый парк Вот здесь Кстати Находится Чайный домик По-моему Принадлежал Роду Орловых Если мне память не отшибается Если честно Не вспомню Но вот Вот здесь Родовое Ихний Чайный летний домик Называется Вот там он стоит Вверху Вот он Там тоже Там беседка А вот этот домик Когда-то Ну эту землю Император Александр Первый По-моему А нет Николай Первый Выкупил Всю усадьбу Для Своей супруги Александр Фёдор Он и по-моему Сейчас если честно Могу ошибиться Поэтому Не критикуйте В голове Каша